Приветствую, друзья, на канале Спорт Дилер. Еще никогда длинный язык не приводил к добру. Зачастую приходится отвечать за свои слова. В этом видео вы увидите самые известные случаи наказания панторезов и трэш-токеров за их длинный язык. Многие из них переоценили свои возможности и нарвались на справедливое наказание. Мы собрали все случаи наказания выскочек в одном видео. Итак, мы начинаем. Первый обозреваемый бой «Дацика» против танка Т-34, который прошел по правилам бокса. Т-34 неоднократно нелицеприятно высказывался в адрес «Дацика». Всячески его провоцировал на реакцию и в конечном итоге перешел все границы. Даниил Т-34 обозвал «Рыжего Тарзана» нацистом. «Дацик» не остался в стороне и прошел крепким словцом по Т-34. В итоге договорились выяснить свои отношения на ринге по правилам бокса. Т-34 уверенно говорил, что справится с «Дациком». Якобы «Рыжий Тарзан» сдулся и не представляет угрозы. Перед боем «Дацик» снял видео, где своими огромными кулаками разносит арбуз с прикрепленным портретом своего соперника Т-34. После нашего боя твои мозги разлетятся как-то так же. Он заявил, что пробьет броню заржавевшего танка, намекая на прозвище Т-34. Бой между «Дациком» и Т-34 получился зрелищным и наполненным эмоциями. Спортсмены постарались показать открытый боксерский поединок и не бегали друг от друга, как это часто бывает в таких выставочных боях. Техника боксеров оставляла желать лучшего и была больше похожа на некий размашистый колхозный бокс. Первые два раунда Т-34 пытался доминировать, но «Дацик» уже нащупал его слабые места и умело контратаковал. Третий раунд «Дацик» выиграл в одну сторону. Он был намного точнее своего подуставшего противника и нанес значительно больше ударов. Итог поединка пришлось решать судьям. Все трое судей отдали победу единогласным решением «Дацику». Последний раунд тот выиграл безоговорочно. «Дацик» однозначно поставил на место хвастливого Т-34. Эльбаеву будет наука, как распускать язык и делить шкуру неубитого медведя. На ринге промоушена «Хардкор» столкнулись два бойца – «Сушист» и «Армеец». Их конфликт зародился на HFC-конференции, когда «Сушист» заявил, что готов размазать «Армейца» в октагоне. Ответ не заставил себя долго ждать. «Сушист» всячески провоцировал и оскорблял «Армейца» для раскрутки боя. Бой получился горячим и интересным. Вполне ожидаемо, «Армеец» быстро перевел противника на землю, где, заняв удобную позицию, набросил ему удушающий прием. «Сушист» отключился после проведения удушающего, но «Армеец» не отпустил захват, даже когда рефери сигнализировал об остановке боя. Именно передержанный прием стал причиной того, что «Сушист» вырубился, а его брат Андрей Панда залетел в клетку и ударил еще лежачего на полу «Армейца» по груди за неспортивное поведение. Как только тот поднялся, началась небольшая потасовка. По итогу «Сушист» получил за свой длинный язык. Он много говорил, но в реальном бою показал себя не с лучшей стороны. На ринге хайпфайтинга сошлись две медиаперсоны. Этот бой был организован как интересный для фанатов. Однако интерес к нему подогрела не только прошлое бойцов, но и действия со стороны шведа, который издевался и унижал Мурада и даже принес на пресс-конкуренцию шерстяные носки, так как признавал своего соперника шерстью. Весь бой шел под диктовку Мурада. Все три раунда он не давал отдышаться Игорю шведу, избивая его на земле, переводя красивыми бросками на канвас. Были моменты, когда Игорь попадал боковыми ударами и локтями, но Мурад был крепче, чем его визави. Единогласным решением судей победил Мурад, полностью доминируя все три раунда. Несмотря на всю свою браваду, швед не вылез в бой. Оказалось, что намного проще оскорблять и обзывать соперника, чем драться на ринге. На ринге промоушена Хардкор столкнулись два эксцентричных бойца. Артур Акаб и Ахмед Крик Эдельбиев. Артур был на пике и его соперник решил сорвать немного славы, вызвав его на бой. Он всячески его провоцировал и оскорблял. Позже еще было несколько стычек, которые заканчивались оскорблениями и попытками помахать кулаками. Крик всячески демонстрировал уверенность своей быстрой победе над Акабом. Говорил, что просто уничтожит его в бою. Бой начался активно и соперники начали яростно атаковать друг друга. Акаб провел несколько успешных атак. В целом он доминировал в октагоне и нанес серьезные удары, которые привели в итоге к техническому нокауту. Крик не продемонстрировал уверенность и в итоге проиграл. И теперь ему приходится смириться с этим поражением. И еще один случай мести, произошедший на площадке Топ-Док. Абуев окрылился после пары побед и стал многоболтать. Для него камнем преткновения стал небезызвестный боец Макс ВДВ. Как это было, смотри на экран. Абуев вызвал Макс ВДВ на бой и пообещал, что просто уничтожит его на ринге. Он говорил, что Макс ВДВ не представляет ему угрозы и он слабый боец, который выбирает только заведомо нулевых соперников, которые не могли дать достойно отпор его атакам. Абуев слишком много наговорил, чтобы это могло сойти ему с рук. Бой продемонстрировал, что вся его бравада была напускная. Он не продержался против Макса ВДВ и двух раундов и рухнул на конвас. После чего отказался продолжать бой. Вся его бравада оказалась блефом. Он продемонстрировал слабую технику и не самые большие морально-волевые качества. Вам понравилось это видео? Мы старались, чтобы вы получили незабываемые эмоции и хорошо провели время. Еще больше крутых и ярких событий и роликов вы найдете на нашем канале. Ставьте лайк этому видео, подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы прощаемся с вами. До скорых встреч.